Как и предполагали многие эксперты, спровоцированное Киевом обострение ситуации на Донбассе, его власть придержащие используют для достижения собственных шкурных интересов. Едва ли не первый среди них, стремление вытянуть побольше помощи из собственных западных партнеров, причем в любом доступном виде. Более всего дорвавшихся до руководства страной временщиков, порадовали бы финансовые вливания, которые можно быстро и без проблем разворовать. Однако вооружение и военная техника их тоже вполне устроит. Да хоть что-нибудь. Лишь бы дали. При этом Зеленский и его приспешники начисто игнорируют тот факт, что таким образом они выпрашивают для Украины вечное продолжение войны. От вечернего квартала к постановочной войне. Те, кто в свое время допускал, что Владимир Зеленский когда-нибудь изживет в себе клоуна и пересилит собственную склонность к дешевым шоу, ошибся самым горьким образом. Представление, которое президент Комик устроил 12 апреля, не делает чести даже ему, а уж для вязавшейся в подобное сомнительное дело телекомпании с мировым именем, СНН и вовсе может считаться настоящим позором. Выпущенный ей в эфир сюжет с претенциозным названием «Россия» наращивает свои войска, и президент Украины отправляется в окопы, вполне может претендовать на победу в борьбе за любую журналистскую антипремию. На какую-нибудь золотую утку потянет более чем. В самом начале сюжета трагический закадровый голос вдохновенно повествует о том, что утопая в густой черной грязи, Владимир Зеленский со своими войсками незаметно передвигается по паутине траншей и тоннелей линии фронта на востоке страны, и вынужден бегать со своей охраной по самым передовым позициям. Тем временем украинский президент и вправду бодренько скачет между какими-то грудами щебня, которые могут находиться где угодно, хоть под Киевом, изображая короткие перебежки под пулями. При этом, впрочем, имеется деталь, напрочь разрушающая всю фронтовую атмосферу. Мало того, что кадры перемещения перемонтированы, причем не раз. Все сопровождающие Зеленского и, что самое важно, в том числе и операторы СНН, касок на головах не имеют. Объяснить это, равно как и вообще идиотскую эскападу с прогулками первого лица государства, якобы под прицелом вражеских снайперов, можно только одним. Это никакие не съемки на линии фронта, а натуральная постановка, осуществленная где-то в безопасном тылу. Вполне в духе Зеленского. Впрочем, не его одного. СНН с этим сюжетом опростоволосилась, что называется, по полной. Попытаться выдать стягиваемую на Донбасс украинскую бронетехнику, отснятую на вокзале Днепропетровска за перемещение российских войск, это позор даже для альтернативно одаренных американских телевизионщиков, которые привыкли врать как дышать. Впрочем, главное в сюжете вовсе не это. Вся соль его заключается в мощном месседже, который Зеленский передает руководству Соединенных Штатов через корреспондента СНН, летящего с ним в одном вертолете. При этом, опять-таки, по-дурацки перекрикивая рев крутящихся у них над головами винтов. Тут он ведет себя уже совершенно вымогательски, заявляя, что США, конечно, хороший друг, дойная корова, но все-таки Джо Байден должен больше. Чего больше? А всего. Денег, оружие, а главное действенной поддержки вступлению Украины в НАТО. И действовать при этом надобно, как поучает украинский президент своего американского коллегу, не словами. То есть, надо понимать, Вашингтон обязан нагнуть об колено всех остальных членов альянса, ту же Германию, к примеру, чтобы они наконец-то распахнули его вере. Собственно, не скрывает, что зовет НАТО немножко повоевать за украинские интересы, упоминая о том, что нападение на одного из его членов заставляет реагировать всех остальных. Завершает он свои попрошайнические душоизлияния почему-то цитаты из Шекспира, выглядящей в данном контексте ни к селу, ни к городу. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Нет, все-таки определенный жанр, в котором человек поднаторел, въедается в его плоть и кровь навеки. Тут остается лишь перефразировав известное выражение, констатировать, вывести комика в президенты – дело нехитрое. Но вот вывести из президента комика. Самое неприятное, что если всю эту пафосно-милитаристскую клоунаду записывает и тиражирует американское телевидение, то, следовательно, на нее имеется определенный запрос у представителей властей США, таким образом, очевидно, пытающихся сформировать правильное общественное мнение. Для чего? Патриот украинским патриотам не по карману. В пользу этого предположения свидетельствует и еще одно выступление высокопоставленного киевского чиновника в другом авторитетном американском СМИ. На сей раз речь об интервью, которое глава администрации президента Украины Андрей Ермак дал журналу Time. В нем звучит все тот же обиженно-вымогательский тон, что и в речах его патрона. Ермак утверждает, что незаложное на Донбассе не ведет гражданскую войну против собственного населения, а видите ли, держит оборону за весь Запад. А Соединенные Штаты при этом почему-то размещают ракетные комплексы, патриот черт знает где, аж в Польше. Они должны стоять на Украине. Провозглашает руководитель президентского офиса, явно делая упор на слове должны. При этом Ермак в присущей ему манере тасует факты, как ему заблагорассудится и с легкостью выдает мечты за реальность и желаемое за действительное. Начнем с того, что никаких патриот у Варшавы нет и в Помине. Возможно, появится году в 2022. Если ничего не изменится в очередной раз, ведь сделка по приобретению этих ЗРК Польшей имеет долгую и не слишком привлекательную историю. Американцы в 2017 году предложили возжелавшим закрыться от дислоцированных в Калининграде наших Искандеров, полякам, четыре батареи своих ЗРК за смешную сумму в 8 миллиардов долларов. Те, будучи сами не дураки, изрядно нагреть кого-нибудь в торговых операциях, от озвученной цены утратили дар речи. Варшава и Вашингтон торговались как барышники на конской ярмарке, целый год и в итоге пришли к компромиссу, батарей будет в половину меньше, зато ракет отсыплют в волю, больше 200 единиц. И стоить это удовольствие будет всего около 5 миллиардов долларов. По рукам ударили в 2018 году, поставки ожидают, как уже было сказано, в 2022. Если американцы не передумают и цену не поднимут, или поляков жабы, характерно, в процессе проводившихся не так давно в Варшавской академии военного искусства виртуальных командно-штабных играх, зимняя двадцатка, в условиях маневров, было забито наличие у польской армии не только ЗРК Патриот, но и истребителей F-35. И не помогло это ни разу, даже виртуальные русские расколошматели жовниров за каких-то четыре дня в пух и прах. Возможно, Украине протяженность сухопутной границы с Россией, у которой составляет две с лишним тысячи километров, просто нужно больше Патриот, а не какая-то жалкая пара батарей. Может и так, но что поделать с тем, что согласно простейшим арифметическим подсчетам, одна батарея обойдется в два миллиарда долларов как минимум. Весь военный бюджет незалежный на настоящий момент едва дотягивает до двух таких сумм. А если учесть то, какими темпами и в каких масштабах он разворовывается. Скорее всего, именно поэтому в выступлении Ермака звучат бредни про оборону за весь Запад и утверждение о том, что этот самый Запад Киеву что-то там такое должен. Однако хоть на секунду строить иллюзии относительно того, что Соединенные Штаты выделят бесплатно кому-либо не то, что крайне дорогостоящие ЗРК, а вообще любую недоведенную до состояния металлолома военную технику, могут только те, кто совершенно утратил чувство реальности. Запатриот Вашингтон дерет три шкуры со всех, даже с тех стран, хорошие отношения с которыми действительно важны для американских жизненных интересов. Платит Саудовская Аравия, являющаяся главным союзником США на Ближнем Востоке. Япония, играющая ту же роль на Дальнем Востоке. Будут как миленькое платить и поляки, сегодня выступающие в роли наиболее верных американских сателлитов в Европе. Вон турки в свое время эти ЗРК выпрашивали, выпрашивали за деньги, кстати, да так и не выпросили. А думались и купили русские из 400. Если в Киеве всерьез считают, что получат от Пентагона что-либо кроме поддержанных резиновых лодок и списанных патрульных катеров, то это уже, простите, диагноз. Причем неизлечимый. Имеется в этом всем и еще один нелицеприятный для Киева момент. Давать в руки тамошним воякам какое-то действительно ценное оборудование и вооружение американцы опасаются, причем не без веских причин. Не так давно в 28-й бригаде ВСУ разразился колоссальный скандал, ее военнослужащие были уличены в том, что они регулярно растаскивали и впоследствии продавали на самых обычных интернет-аукционах предмет и снаряжения, полученные в виде военно-технической помощи от стран НАТО. В частности, речь идет о радиостанциях Харрис и приборах ночного видения АМВС-14. Это не считая мелочей в виде формы и тому подобных вещей. Наторговать успели чуть ли не миллион гривен. Сейчас с позорными фактами разбирается специальная комиссия, в которую, кстати, входят и представители Альянса. Мудрено ли после этого, что западные партнеры побаиваются передавать в такие надежные руки действительно современную технику и оружие? Кто знает, где оно впоследствии всплывет? А в том, что воровство в украинской армии будет процветать и дальше, можно не сомневаться. Буквально на днях ведомства Андрея Ермака, требующего от США поставок патриот, обратилась к областным администрациям Украины с нижайшей просьбой, оказать безвозмездную помощь с питанием расквартированным на их территории частям и подразделениям ВСУ, признаваясь в том, что в условиях пандемии коронавируса государство в лице Министерства обороны прокормить своих военных не в состоянии. Дело в том, что бравшиеся обеспечить снабжение продовольствием армии поставщики сегодня не желают отпускать его по тем ценам, которые зафиксированы в тендерной документации. Учитывая взрывной рост цен на все продукты питания, которые сейчас происходят на Украине, на обычных базарах они заработают куда больше. Вот офис президента в лице заместительницы Ермака Анны Коваленко и вынужден клянчить у местных властей что-нибудь покушать. Вот собственно и все, что можно сказать о перспективах Украины относительно получения американских патриотов, равно как и об истинном украинском патриотизме.